Девушки отдыхают С Днем Ангела, дорогие именинники! Давненько мы с вами не говорили о именах, которые произошли от имен, названий животных. Как-то не случалось. А сегодня мы с радостью будем говорить о имени Лев. Именем этим сегодня не так уж часто называют своих сыновей люди, а можно пожалеть об этом, поскольку ведь были у нас в истории, к примеру, и известный писатель Лев Толстой, легендарный вратарь Лев Яшин. Сегодня есть у нас известный певец Лев Лещенко. Значит, есть кого сегодня поздравлять с Днем Ангела. Мы говорим о имени Лев, не требующего перевода об этом имени, потому что сегодня церковь совершает память одного из оптинских старцев Льва по фамилии Наголкин. Сей раб Божий был и до монашества Лев, так его звали. Он был купцом, объездил всю Россию по торговым делам, приобрел житейский опыт, насмотрелся многого в миру, испытал сладости и горести мирские и отвратился от мира в довольно еще молодом возрасте. В 29 лет он становится монахом и дает Богу обеты нестяжания, целомудрия и послушания. Многие монастыри сменил раб Божий Лев в монашестве до тех пор, пока его стопы не пришли в Оптину пустынь. Там он начинает так называемую традицию старчества. Научившись перед тем задолго традиции умной Иисусовой молитвы, непрестанного призывания умного и сердечного Господа Иисуса Христа, он стяжал, то есть приобрел благодатные навыки и дарования. Ему часто открывались тайны человеческих сердец. Он имел глубокую любовь ко всякому человеку, мог утешить человека, врачевать его душевные язвы. И вот эта непрестанная молитва и открываемые Богом тайны человеческого сердца и есть отличительные черты православного старчества. Старец Лев вместе с Макарием Оптинским, о котором мы уже однажды рассказывали, как раз зародили эту традицию в Оптинской Калужской пустыне. Никто никогда не видел Лева возмущенным, гневным, ропчущим на кого-то, безмерно уставшим, унылым или тоскливым. Он был тих, спокоен, духовно весел. Однажды, когда вокруг него собралось много богомольцев, один протеерей из обычного храма, мирской протеерей, спросил, «И охота вам, батюшка, с этими бабками возиться?» На что Лев ему ответил, «И то правда, батюшка, если бы ты на приходе с этими бабками возился, они ко мне не приехали. А то вы не занимаетесь людьми, они все к нам сюда в Оптину приезжают». Простые люди очень любили старца Лева и говорили, что он им, сиротам, за место отца родного и утешит, и подскажет, и поможет, и помолится. Известен он был также изгнанием бесов, так что, в частности, одна бесноватая, мужским голосом бес из нее говорил, что «Был я и в Воронеже, и в Москве, и в других местах, и нигде меня не изгнали, а вот этот седой меня выгонит». И действительно, старец молитвой изгнал нечистого духа и женщины, что бывало неоднократно. Достигши старости, ежедневно перед смертью причащаясь, он мирно отошел к Господу, и сегодня любим и почитаем всей православной церкови. Мы рады поздравить вас с Днем памяти Льва, рады поздравить с Днем Ангела тех, кто носит это красивое имя. Отметим, что обычно люди, поступая в монашество, меняют свои имена. Лев был монахом, львом, и до монашества тоже львом. Очевидно, никакое другое имя не могло выразить лучше его душевные качества. А сегодня, кроме Льва, мы также спешим с радостью поздравить с Днем Ангела Филиппа, Феофана, Макария, Моисея, Антония, Илариона и Зинаиду. С Днем Ангела, дорогие именинники! Радуйтесь! Имена ваши написаны на небесах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова